О том, что представляет собой сила духа, можно понять, глядя на воспитанников новой секции каратэ, открывшейся в Когалыме для людей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проходят совместно с нормотипичными детьми. На них пара спортсмены делают свои первые шаги к адаптации в обществе. Проект Владислава Дзепко стал одним из победителей в номинации «Спорт» в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Эффект сразу же сказался. На первых месяцах те ребята, которые малоподвижны, образ жизни ведут. Да, им сначала было очень тяжело, но их выносливость увеличилась с каждой тренировкой. И прям шел реальный прирост. Если они пять минут, и все, мы на лавочку, мы отдыхать, мы устали. С каждой тренировкой новая, новая, то есть циркуляция крови, сердечно-сосудистая система. В номинации «Духовность и культура» одержали победу четыре когалымских проекта. Инициатива «Единый образ добровольца» была выдвинута для большей узнаваемости волонтеров. Объединение ведет активную деятельность. Теперь их можно заметить на любом мероприятии. Средства гранта направили на покупку зимних комбинезонов, шапок, приобрели и летнюю форму, футболки и бомберы. Благодаря идее Ассель Будукова, юные скульпторы детского сада «Березка» учатся делать поделки в гончарной мастерской. Лепка из глины – занятие не только увлекательное, но и, как утверждают специалисты, невероятно полезное. Для развития мелкой моторики, речевых навыков, раскрытия творческого потенциала ребенка. Идея создания гончарной мастерской у нас уже зародилась давно. В наше время дети уже забывают именно о древнейших мастерах. Мы решили это все возродить и решили создать гончарную мастерскую на базе нашего дошкольного учреждения под названием «Юные скульпторы». Для Гульнур Минигуловой узнать Когалым за 60 минут – это уже седьмая победа, получившая грантовое обеспечение конкурса нефтяников. Идея появилась уже давно. Экскурсионные группы всегда с большим интересом обращаются к истории и достопримечательностям города. Зачастую шум улиц и проезжающих автомобилей уносят звук голоса лектора. Потому до туристов доносятся лишь обрывки фраз о том или ином важном историческом объекте. Эту проблему удалось решить с помощью аудиогидов. На средства гранта музейно-выставочный центр закупил 38 устройств. Соискатели конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл» из года в год формируют мощный потенциал региона. Благодаря идеям его жителей округ развивается, воплощаются в жизнь новые начинания. Анна Тюгаева, События.